Да, здравствуйте, Евгений Николаевич. Здравствуйте. Мы в День любви, семьи и верности обсуждаем разводы. И вот первый вопрос, наверное, хочется посмотреть на нашу эстраду, шоу-бизнес, эту тусовку. Почему там так мало образцовых семей, куда ни погляди, разводы, измены, иногда и садомия? Да, вы знаете, случается такое еще в нашем обществе. Хотя надо объявить официально, что у нас этого явления нет, я имею в виду садомии. И его сразу не будет, как и разводов. Дело в том, что не только на эстраде, но и везде в обществе у нас очень много разводов. И много брошенных детей, много брошенных жен, брошенных мужей. Мне, кстати, очень сложно говорить, поскольку дикое эхо, прям чудовищное. Я слышу себя в основном. Ну ладно. Мы вас слышим прекрасно. Да я понимаю. Ладно, помучаюсь тогда еще в браке с вами. Дело в том, что вообще сам по себе брак исторически – это достаточно недавнее явление, эволюционно недавнее. И оно вынужденное. Оно вынужденное, поскольку люди раньше жили очень мало, очень недолго. И не было социальных гарантий. Не было медицины, понимаете, которая гарантировала бы, что примат не сразу окочуется, к нему приедет какая-то скорая помощь, заберет в государственную или полуплатную больницу и так далее. Не было пенсии, вы понимаете, и нужны были дети или жена или муж, которые будут кормить в старости. А что такое старость? Это 35, 40, 45 лет. Эта старость была раньше. А вообще изначально-то жизнь была миллионами лет и тысячелетиями около 30 лет средней продолжительной жизни. И вот когда она возрастала-возрастала, сейчас она в два раза больше, чем миллионами лет, благодаря медицине, благодаря развитию общества. Сейчас приматы, люди так называемые, они, конечно, успевают менять и свои предпочтения, им что-то скучно, что-то по гормональному статусу уже неинтересно, поскольку гормональный статус меняется, особенно у женщин, у самок. И поэтому это вещи совершенно объективные. Мы можем прописать в бумажках, в законах, в конституции, все что угодно, абсолютно. Можем это пропагандировать, можем тратить колоссальные бюджеты на пропаганду, но мы не сможем отменить вещи, связанные с биологией, вещи объективные совершенно, понимаете? И если мы вернемся в благословенные для пропаганды или для искренней мечты, искренней мечты времена 19 века, 18 века, то мы вернемся в абсолютный ад. Потому что, как вы знаете, вся русская литература, изумительная, великая, действительно великая русская литература, Пушкин, Лермонтов, ну Лермонтов вообще не был женат, как вы понимаете, Толстой, Достоевский, это сплошное несчастье в браке, в литературе, в творчестве и в жизни. Ну я не буду рассказывать, как Толстой мучил жену, как Софья Андреевна страшно мучила Толстого, Толстой в итоге сбежал в лес и умер на станции. Что делал Достоевский, лучше тоже не описывать, потому что он не переносил, ненавидел жену, мучил дико, да, она, соответственно, мучилась тоже. Пушкин, он вообще помер от этого дела. Ну а если историк Соколов решил этот вопрос иначе уже в наше время, да? Да, но он не историк, он ряженый реконструктор. Историком его стали делать, стала делать защита после того, как он порезал, сначала убил, стрелял, потом разрезал, расчленил сожительницу. Но дело в том, что Олег был женат несколькими разами, несколькими браками, в том числе на некой Кукушкиной. У него была жена Кукушкина, вы понимаете? И он бросил фактически Кукушкину ради вот этой разрезанной на части, понимаете, покойницы. И это тоже брак. Вот где этот священный союз, связующий ряженого доцента и Кукушкину? Почему то, что было соединено с Кукушкиной на небесах, было доцентом так расчленено на земле? Я считаю, что мы с этим должны бороться просто на конституционном уровне, понимаете? Олег был гораздо чаще в обществе своих адъютантов. У него там разные сабиры и так далее, керосиры, адъютанты. Я считаю, что надо обязать доцентов, даже ряженых, просто прилепиться, это термин из Библии, если вы знаете, да, прилепиться к жене, к Кукушкиной, чтобы он от нее не отлипался, да? А есть обратное предложение, Евгений Николаевич, мы вот сейчас разговаривали с другими спикерами, они предлагают вести многоженство в России с тем, чтобы как раз решить такие вопросы, чтобы люди не прятали любовниц, а напротив пронумеровали их, ну как это вот, первая жена, вторая, третья, и тогда, возможно, эта проблема будет решена. Как вы думаете? Ну, рационализаторское предложение, рационализаторское, да, советское, вот, но, видите, вы используете термин спикер, спикер – это не православное, не русское выражение, мы должны быть большими патриотами, придумать какое-нибудь другое слово, допустим, не спикеры, а болтуны. Но, да, если пронумеровать всех этих у Олега, кого он лапал, ну, конечно, можно пронумеровать, да, но он же и номерам, понимаете, примат, он изменит и номерам, это будет такая математика непонятная, поэтому, нет, нет, сложно здесь, сложно. Я считаю, что вообще это фиктивная некая история, которая вырождается. Это фиктивная история, которая вырождается, конечно, можно прописать, что там это союз путинской мужчины и путинской женщины, но это, ну, как-то не очень работает. Хотя можно вкачивать вакцины и инъекции дальше, так сказать, в это пропаганды, кино и прочее, но когда советские фильмы снимали, в советских фильмах была история верности, а кто снимал эти фильмы? Допустим, Пырьев, великий режиссер Пырьев, да, который известен тем, что, ну, он не пропускал ни одной, значит, юбки мимо себя. Если юбка отказывалась, он карьеру уничтожал просто совсем на корню. Такой Вайнштейн советский, да? С фильма о верности. Ну, он не Вайнштейн, он все-таки Пырьев, причем Иван, что же быть сразу Вайнштейном-то его, да? Вот. Я не думаю, что Вайнштейн, он мог лапать и мог что-то эсэмэски. Понимаете, Вайнштейн, он больше эсэмэсками, по-моему, работал, да? А Пырьев прям по-настоящему очень так это все живенько, знаете, живенько. Он вообще, ух, какое было, Иван. Евгений Николаевич, вот наши предыдущие собеседники, в частности, вот Андрей Кормухин, предлагал ввести побольше консерватизма в наше образование, побольше религиозной составляющей, и тогда, по его мнению, изменится ситуация с рождаемостью, с нравственностью, и заживем мы иначе. Вот как вы думаете, получится? Понял я, понял ваш вопрос, понятен. Предложение, конечно, хорошее, но оно уже, это предложение, сдохло много раз, в том числе в 17-м году, потому что была духовность, как вы знаете, по полной программе. Царя потом расстреляли вместе с семьей, вместе с женой. Попов поскидывали с колоколин, поэтому вот с духовностью не очень вышло. Сталин в 43-м году стал возрождать православие на фоне того, что Гитлер стал разыгрывать православную карту, и Сталин решил перехватить у Гитлера православную карту и стал ее разыгрывать. Тоже не очень вышло, да? Если мы вернемся в годы практики, вот это религиозности, духовности, это как раз века, как минимум 19-18, ну там просто описанный мной ад, когда поздно Дубровский, неравный брак, в Третьяковку зайдите, там висит картина неравный брак и прочее, и прочее, все несчастливы в браке. Но давайте мы вернемся в настоящие духовные времена, то есть вот в средние века, где безраздельное господство религии, поскольку в 19-м веке там уже светская такая история пошла, конечно. А в средних веках мы видим что? Мы, например, видим такое явление, обязательно я призываю всех ваших слушателей, зрителей просветиться духовно, религиозно и узнать, что такое адельфопоэзис. Адельфопоэзис – это официальный церковный брак между мужчинами, абсолютно официально разрешенный, в прямом смысле брак между мужчинами, там заключаемый в церкви, со священником, с поцелуем, дальше с совместным владением имуществом и прочее, прочее. И это было именно не в западноевропейской церкви, а в восточноевропейской церкви, то есть в Византии, в Древней Руси и прочее, прочее. Это надо знать. Но вот хотят ли они вернуть подобный элемент, я думаю, что они удивятся и не захотят вернуть. Но вы так скептически настроены, вы в результате... Я, наоборот, очень позитивно настроен на любовь, на секс. Какое решение вы бы предложили? Ведь есть вообще проблема? Или вы, в принципе, отрицаете институт семьи и не считаете нужным его сохранять, укреплять? Вы понимаете, абсолютно не имеет никакого значения, никакого значения, что считаю, что думаю, что хочу я или другой ваш спикер и так далее. Есть вещи объективно биологические, исторические. Есть развитие популяции общества. И мы можем сколько угодно... Я хотел сказать достаточно грубое слово, ну ладно, скажем так, размышлять, я хотел сексуальный термин сказать, размышлять, мечтать, останавливать. Мы не сможем остановить ни хорошие, ни плохие элементы развития популяции. Общество это, ну да, это такой тоже красивый термин, лучше говорить слово популяция. И да, брак это временное явление вообще, вообще временное по жизни человека и разводы и так далее. И временное явление на исторической перспективе развития различных популяций нашей общей популяции. И когда они у нас закончатся, можем мы сделать новость, что вот Евгений Панасенков прогнозирует крушение института брака и семьи, там, не знаю, к концу 21 века? Ну, сделайте такую новость, что историк Евгений Панасенков констатировал, что брак де-факто уходит в далекую историю уже. Нам надо в настоящем времени ушел уже, вот что-то такое, чтобы вот... Ушел. Давайте, но вы знаете, вообще вы не стесняйтесь, почему вы такие стеснительные? Сейчас журналисты обычно очень вольны и свободны в изменении фраз, цитат, поэтому вы как-то очень, ну, слушайте, вы какие-то очень воспитанные, ну, вы очень воспитанные, так, ну, слушайте, меня... То есть вы серьезно считаете, что на протяжении короткого какого-то периода времени, который мы, может быть, еще застанем, да, вы думаете, что институт брака, институт семьи и вообще вот все вот эти сложные вещи... Безусловно, безусловно, да. А что будет тогда вместо них? А ничего не будет, будет дальше сексуальное отношение между различными приматами вне брака, будут какие-то контрактные отношения, которые все-таки нельзя даже назвать браком, контрактные. Кому передать временно или там после смерти какую-то часть имущества, кто может прийти в больницу, кто может еще что-то и так далее. Вы знаете, вот даже сейчас обсуждается там гей-брак и прочее, но это тоже поздно. Это тоже поздно, вы поймите. Поезд ушел. То есть сейчас, когда отстаивают равноправие и прочее, и для этого поезд тоже ушел. Вот я пытаюсь повторить, это не зависит от моего, как бы, так сказать, желания или вашего. Есть вещи совершенно объективные, и мы думаем, что там сто лет или тысячи лет, это много. Это на самом деле научно, понимаете, я так вот стараюсь весело, на самом деле все это серьезно, математично, научно. Если мы изучаем историю как процесс, а это, простите, история человечества, это тысячелетия и десятки тысяч лет, то брак – это малюсенький эпизод, очень случайный, между прочим, потому что он мог не произойти, общество могло пойти по другому, так сказать, сценарию, да, и он какое-то время был, потом он биологически изменился, потому что изменилась продолжительность жизни, она стала в два с половиной раза больше моментально, понимаете? Можно так сформулировать, там 90% браков распадутся к концу 21 века? Я думаю, что в ближайшие 20-30 лет. Вот так. В ближайшие десятилетия, да. Но это все, они сейчас распадутся, они уже фактически распались. Спасибо вам, спасибо, с праздником вас. Спасибо вас также, с праздником, дорогие. Спасибо, вам также, да, счастья, да, и вам того же, пока. Субтитры сделал DimaTorzok